Долгожданное среди овцеводов мероприятие – самые крупные и красивые представители мелкорогатых во всем мире. На территории скотного рынка выставлены племенные овцы, преимущественно гесарской и орошанской пород. Умар Мархиев выставил несколько баранов гесарской породы и одного представителя арашана по кличке сын Гулливера, которого он закупил в Киргизии. Получил он свое имя благодаря знаменитому на весь мир рекордсмену. За 500 тысяч долларов его забрали. Овцы гесарской породы столетиями разводились в Таджикистане. Славится своей выносливостью. Лучшая для нее среда обитания – это горная местность. Поэтому здесь, в Ингушетии, им вполне комфортно. А овцы орошанской породы предназначены для разведения на равнинной местности. Орошан на сегодняшний день очень популярный. Некоторые представители по 50-40 тысяч долларов уходят. А вес? Какой они дают? Чистый вес? Максимальный вес у орошан был показан в Казахстане 231 килограмм. У нас тут есть представители, которые больше 200 килограмм есть. Сначала сегодня он будет выставляться. Он тоже попадет в рекорд. Один из трех или четырех представителей мира. У нас есть он, да? Он у нас находится. Среди там он находится. Вот он, слон. Пришедшие на выставку жители просто в восторге. Выражают надежду, что такие мероприятия отныне будут проводиться чаще. Выставки организовали сами овцеводы. Пригласили также единомышленников из соседних республик с целью популяризировать это направление. Продемонстрировать разнообразие пород этих животных, дающих максимально большое количество шерсти, мяса и курдюка. Помимо всего, организаторы, привлекая молодежь к занятости в сфере животноводства, пропагандируют здоровый образ жизни и призывают к соблюдению правил дорожного движения. Продолжение следует... Выставка продолжилась взвешиванием баранов. На месте определили членов жюри. В группе абсолютной возрастной категории, а это животные от 2 до 7 лет, первым взвешивается один из крупнейших представителей орошанской породы по кличке слон. Победителей в каждой из пяти номинаций наградили кубками, медалями и грамотами. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Новости 24.